Почему мы снялись с высшей лиги, пошли рангом ниже? Ну, вопрос простой, бюджет команды. Все дело в финансах. В планах у клуба были финальные переговоры с Министерством спорта и спонсорами о денежной помощи. Однако 21 сентября, по понятным всем причинам, в воздухе повисла неопределенность. Власти не понимают, как и что будет в текущей ситуации развиваться и на что могут понадобиться деньги. То же самое и со спонсорами. Бизнес сейчас беспокоится в первую очередь о сохранении своих предприятий и рабочих мест, а о спонсорстве в последнюю. Конечно, резерв в бюджете команды был, но его хватило бы на пару месяцев. Наша команда приняла очень тяжелое для нас решение, что уйти на рангом ниже в первую лигу. Потому что сил очень много потрачено и финансово, в том числе приняли решение сняться с чемпионата. Потому что если заявиться, съездить на пару выездов и сняться, ну это просто имидж нашего мини-футбола, Алтайского края, ну упадет очень сильно. Почему они отказались, пока нам непонятно. Эта фраза взбудоражила спортивное сообщество. Действительно, какой клуб будет отказываться от денежной помощи по непонятным причинам? Мы попытались разобраться в этом вопросе с генеральным директором клуба. Итак, по порядку. Минспорт готов был помочь финансово в проведении матчей Кубка России, а отнюдь не чемпионата. И речь шла всего о 150 тысячах рублей. Правда, тогда региональное ведомство подключило Алтайскую федерацию футбола. Соответственно, федерация, ей нужно было перераспределить средства с детского футбола, с женского футбола, с чемпионата проведения края по разным разновидностям футбола. Они были готовы заплатить, но так как у нас были партнеры и там небольшая сумма, мы просто не стали эти деньги брать. Мы провели Кубок России за свои средства. Спортивное сообщество до сих пор не понимает, почему в Министерстве спорта недооценили важность новой мини-футбольной команды мастеров. Иными словами, играющих на таком уровне футболистов у нас просто нет. 5 миллионов могли бы решить судьбу команды, ведь поддержки ее руководство ждало именно от властей. К примеру, 6 миллионов у «Алтполитеха» были бы от спонсора. Если сложить обе суммы, на сезон бы хватило и на организацию матчей, и на выезды в рамках чемпионата России. Но в Минспорте не помогли. И теперь совместная работа будет лишь на уровне создания системы работы в мини-футболе, начиная с детских школ. Чтобы не быть голословным, надо же иметь какую-то некоторую программу. Зачем нам эта программа, какие планы на будущее у этой футбольной команды и так далее. Пока ответов не получили, но мы с ними в диалоге. Тем самым «Алтполитех» сезон проведет в первой лиге сибирского уровня. Бюджета в 1 миллион на участие в такой лиге вполне хватит. Что касается планов на высшую лигу, свои амбиции клубу пришлось отложить до лучших времен. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.